Добрый день, в эфире новости. Меня зовут Владислав Сергеев и сегодня я вам расскажу о главных событиях дня и жизни КФУ. Поехали! КФУ в этот раз примерили на себя роль врачей. Внимание, слабонервно не смотреть. Наша съемочная группа побывала в отделениях университетской клиники Казань и своими глазами увидела, как происходят роды и операции. Побывав на казанском таможенном посту и в аэропорту Казани, студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ на этот раз могли посетить роддом и хирургическое подразделение университетской клиники Казань. Надев стерильные халаты, медицинские маски, шапочки журналисты на время сменили профессию, почувствовали себя настоящими врачами. Тишину в палатах нарушили студенты-журналисты. Они задавали различные вопросы, интересовались как самочувствие беременных, кто из них опытные мамочки, а кто мамочки-новички. Среди них была и многодетная мама, которая процесс появления на свет малыша испытывает уже в пятый раз. Это, наверное, пришло со временем. Во-первых, сначала мы хотели мальчика. Две девочки по годке. Потом, вроде, через семь лет решились на третьего. Думали, мальчик. Опять девочка. А мальчики-то есть? Есть четвертый. А вот опять девочка. Журналисты стали даже свидетелями рождения ребенка. Они своими глазами увидели, как происходит операция, при которой врачи извлекают новорожденного через разрез на матке матери. На часах ровно 10-10 врач информирует. Поздравляем, мальчик. Врач не должен быть добрым. К сожалению, это не черта. Но врач должен быть обязательно сочувствующим и отзывчивым. Вот если врач сочувствует больному, тогда женщины отзываются на это. Потому что любой больной хочет, чтобы его поняли, выслушали и посочувствовали. У каждой профессии есть свои приметы. Так и акушер-гинекологи верят, что если 1 января рождаются девочки, то это, к счастью, в новом году. А если мальчики, то к миру. У меня с детства была мечта стать акушер-гинекологом. Я поступала в медицинский институт. Я уже знала, что я хочу быть именно акушер-гинекологом. Я очень люблю свою профессию и ни разу не пожалела, что я ее выбрала. Журналисты побывали в хирургическом подразделении, увидели вживую, как проходят операции и смогли задать врачам все интересующие вопросы. Во время осмотра различных отделений клиники студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ заглянули на занятия студентов-медиков. Во время пресс-тура студенты-журналисты посетили отделение с современными приборами и оборудованием. И даже смогли побывать там, куда обычным людям вход строго воспрещен. Самый основной акцент нашего учреждения не медико-санитарной части, а именно отделение расположенных в этом здании. Акцент делается на оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Не зря говорят, что журналистика – это профессия, которая вмещает в себя множество других профессий. Сегодня студенты-журналисты смогли побывать в образе врачей. Кто знает, какую роль им придется примерить в следующий раз – роль повара, ветеринара или космонавта. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Ученые Казанского федерального университета спроектировали два экономичных способа добычи тяжелой нефти. Данными разработками уже заинтересовалась Латинская Америка, где наши ученые успели заявить о себе. В чем заключается вся прелесть казанского ноу-хау, выясняла Аделия Шамилова. Разработки ученых КФУ в области добычи и транспортировки нетрадиционных углеводородов весьма актуальны для стран Латинской Америки, где сосредоточено более половины мировых запасов вязкой нефти. Своё ноу-хау Казанский федеральный университет реализует в Колумбии. Разработки позволят не только добывать черное золото из глубин, но и улучшить качество нетрадиционных углеводородов. Вот Латинская Америка, то есть страны Латинской Америки, это Колумбия, Юнисуэлла и несколько других стран, которые находятся в этом регионе, они по сути обладают на сегодня более чем 20% разъемных запасов нефти. Это огромная цифра. Отметим, что в Колумбии накоплено до 60% запасов тяжелой нефти. Поэтому в ближайшие 20-30 лет здесь сосредоточится мировой центр добычи вязкого черного золота. Это огромные запасы, добыча которых проводится весьма затратно. При этом 80% нефти остается на глубине под землей. Казанские разработки, созданные университетскими учеными, стали более экономичными и приемлемы, чем и привлекли внимание зарубежных коллег. Это проекты с нефтяным университетом, с нефтяным институтом Колумбии, который является, так сказать, центром науки и технологий для колумбийской нефтяной компании «Капитрон», где мы тоже утвердили уже по их данным планам проекта, они связаны с разработкой катализаторов для процесса увеличения всяких задач. Несмотря на еще совсем недолгое сотрудничество КФУ с Латинской Америкой, нашим ученым уже удалось успешно о себе заявить. Одним из направлений сотрудничества должен стать трансфер технологий. И тут ученые Казанского Федерального получают полный карт-бланш. Колумбия, как и вся Латинская Америка, в целом страна, где преобладают в основном запасы тяжелой нефти. В настоящее время будет обсуждаться вопрос реализации новых масштабных проектов. В конце июня в Казанском институте пройдет международная конференция по термическим методам увеличения нефтиотдачи. И на эту конференцию мы ждем большую делегацию из Колумбии, как со стороны нефтяной компании, так и со стороны университетов и институтов Колумбии. Поскольку для них Казанский университет является ключевым центром для развития технологий в области лечения нефтиотдачи. Убедиться в том, что ученые стратегической академической единицы «Эко-нефть» на тяжелой нефти, как говорится, собаку съели, можно едва ли не в любой лаборатории университета. Отметим, что Казанский федеральный заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Колумбии, индустриальным университетом Сантандера. Также было принято решение о создании на базе КФУ Ассоциации студентов России и Колумбии. Таким образом, КФУ станет куратором всех направлений сотрудничества между российскими и колумбийскими учеными. Аделя Шамилова, Ленар Довлетяров, Универньюс. Прогремел голоконцерт фестиваля «Студенческая весна-2017» в Казанском федеральном. Смотри в нашем сюжете интервью победителей и участников, а также комментарии барабанщика группы «Прогульщики». Прямо сейчас! Спуститься в загадочный подземный город, созданный сотни лет назад, когда из-за угрозы неименуемой катастрофы лучшие ученые решили запечатать там человечество, удалось зрителям студенческой весны Казанского федерального. Удивительное приключение стало разворачиваться буквально с порога. Члены жюри провели по мощенным улицам в самое сердце города. Гости познакомились с мастерством алхимиков, уличных музыкантов и художников, а затем и познакомились с ее жителями. Думаю, что по задумке режиссеров они хотели показать вот этот маленький мирок, в котором, наверное, находимся многие из нас, людей, тоже находятся в таком мирке, именно, да, своих стереотипов, каких-то предрассудков, вот, и что из этого мирка тоже есть выход, да, как и есть выход из этого города Эмбер. Галоконцерт студенческой весны 2017 отличался массовой включенностью студентов. Целыми коллективами представляли все – от юмористических сценок до классической драмы, от рок-баллад до балета и от народного танца до фьюжна и хип-хопа. Каждый нашел свое место. Все, кто участвует тут весне, и жюри, которые с года в год приглашаются, и режиссеры, и ребята, которые непосредственно участие принимают, они отвечали на мой вопрос, почему вы здесь. И они сказали, что я здесь, потому что я здесь нужен. Ну и со временем я поняла, что я здесь участвовала тоже, потому что я здесь нужна. Стала доброй традицией посвящать концертную программу студенческой весны Дню Победы. И этот год не явился исключением. Студенты приветствовали героев шквалом аплодисментов, а те, в свою очередь, отметили, что им отрадно видеть ярких представителей студенчества. Ведь в том, что студенческая пора – самая яркая в жизни человека, не сомневается никто. Ну, студенты – это самые, наверное, активные люди, какие могут быть. Они более открыты какие-то. Они, ну, как бы по себе могу сказать, что у студентов получаешь больше энергии все-таки, чем у каких-то взрослых людей, которые сидят. Что-то думают серьезное. А студенты, они такие более с душой как-то относятся к музыке, что ли. Главный приз студенческой весны 2017 – гран-при завоевали Институт филологии и межкультурных коммуникаций, Институт управления экономики и финансов. Анастасия Иванова, Ленар Довлетиаров, Универ-Ньюс. Пожалуй, на этом все. Меня зовут Владислав Сергеев. Увидимся завтра на том же месте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова